Сегодня мы с вами хотим продолжить тему, дальше как прошлый раз у нас тема была переработка составных операторов и сегодня мы рассмотрим важные для глубоко неупругого рассеяния оператору, а именно те операторы, которые дают главный вклад в операторное разложение в глубоко неупругом рассеянии, которые фактически дают главную зависимость момента по полной 302 квадрат, а именно операторы 302 200 это размерность оператора, у нас размерность минус и скидпатическое количество вводится в каких индексах этого оператора. У вас есть в вашем задании задачка, она будет полностью аналогична тому, что мы сегодня делали, поэтому слушайте внимательно. Кроме того, я вам настоятельно рекомендую в качестве домашнего задания прочитать параграф из Пескина 18.5. Он большой параграф, поэтому я вам говорю два раза настоятельно рекомендую, если с первого раза будет прочитать, то с второго прочитать. В нем уже разобрана ваша шестая личная задачка, то есть вам фактически нужно восстановить некие промежуточные выглотки. О чем идет речь? У нас есть несколько операторов 302, которые можно разделить на две группы. Подробно того, к основным моменты структурных функций для уравнения мы делили на две группы, а именно те моменты, на которых уравнение расщепилось до одного уравнения, и глионные и морские моменты, которые были друг на друга завязаны через два уравнения. Также здесь у нас есть несинклетный оператор, а я его так обозначу O, минео 1, минео n. n – большое, это количество логицинских индексов, ну, здесь будет, значит, вот цветок будем nc обозначать, это вам вообще. Встретительский путь. Такой локальный оператор, я его называю несинклетным, сейчас поясню, что я имеется в виду, который строится следующим образом. Это есть нормальное произведение от такого оператора. Пси от х, где пси от х – это столбец из nf полей кванта. У нас есть nf штука полей кванта, и такой большой столбец, 4 умноженное nf, обозначен за пси, да? Сменивающий здесь стоит матрица из Та в слое модели. Так что этот оператор внесет еще индекс а помимо лоренцевских индексов. То есть индекс а, продвигающий значение от 1 до nf кванта минус 1. А продвигает значение от 1 до nf кванта минус 1. А вот этот Та с индексом f внизу – это есть обычный генератор группы s, nf, который действует во флейверном пространстве. Так что это флейворный генератор, не цветовой генератор, флейворный. То есть если у нас с вами, например, в теории только один флейвор, то там его просто не будет. Сигма матрицы будет, да? То есть это сигма матрицы будет, Павлорин. И дальше идет гамма минус 1, И, Д, и дальше сюда, такой значок, и дальше сюда, сейчас поясним, минус 2 и так далее. И, Д, и дальше сюда, минус m на c от x. Нормальное наблюдение, как минус. Что здесь, что есть, что? Вот s оператор, он действует на индексы минус 1, минус n, Ну что он делает? Он симметризует то, что стоит за ним, по всем этим индексам. И вычитает следы, да? То есть вот действие фра-трес кладится к тому, что вот объект, который здесь стоит, он симметричный по всем индексам и бесследовательным. Вот чтобы это крафт изобразить, я буду писать этот фра-трес. То есть мы с вами будем уметь делать с симметричными и бесследовательными операторами, да, по этим индексам. Здорово, как показано у вас на лекциях, именно такие операторы, да, у вас будут давать вклад в операторное разложение, и этим они, когда вы симметризовали и сделали его бесследовательным, поставили нормальное произведение, то нормальное полярочивание тогда вы фактически единственным образом определили ваш оператор. То есть они определены однозначно. То есть что здесь есть и что еще? Д, да? Д. Это есть говариантная производная в фундаментальном представлении. Т.е. это у нас цветовая матрица, да? Фундаментальная матрица, в отличие от этой, где-то фрейброванной, да? А что такое? Д туда-сюда. Вот здесь у вас есть две функции а и b от х. Вот этот оператор означает следующее, то вы делаете одно второе. Вот действие его направо минус действие его налево. Ну как в токе? Т.е. производная действует у вас то направо, то налево. В данном случае она на что, на спиногре действует? Т.е. производная действует на функции арфекции, это обычная производная. Нет, вот в данном конкретном операторе. В данном конкретном качестве это действует в спиногре. Но она действует не только на спиногре, да? Но и на все то, что стоит слева и справа от него. Потому что в d есть... Ну, d это не такой дифференциальный оператор, но у него еще поле есть, да? Т.е. в общем случае, когда мы этот объект рассматриваем в высоких порядках теории возвращения, т.е. учитываем большую степень g, да? То d будет действовать и на поля А тоже, да? Кавариантные производные. Т.е. мы с вами запомнили, что в кавариантные производные у нас поля сидят. Так, все, вот и про все обозначения, про все обозначения сказал. Значит, есть у нас вот эта первая группа, да, наших операторов. Сразу скажу, что у нас в операторном разложении, которое мы никакой не будем рассеяние использоваться, в нем важны случаи, когда n четных, n большое, четных, да? Вот мы его будем смотреть. Т.е. у нас будет количество вот этих индексов, это четное целое число. Да? Чертное целое число. А вот в вашем задании вам как раз не надо посчитать аномальную размерность этого оператора. Да? Это ваше задание. Оно в каком-то смысле более простое, чем мы будем делать сейчас. Потому что мы будем сейчас осчитать матрицу аномальной размерности для следующих двух, синглетных операторов ТВИСТА-2, фермионного и клеонного, которые друг с другом смешиваются при перенормировке. По тому механизм, по которому мы на прошлой семинаре демонстрировали, да, это происходит на простом примере. Вот у нас есть два оператора. Один я буду обозначать буквой F, фермионная гамма, да, миодин, миодин. Он строится точно так же, как вот этот, только без флейверной матрицы уже, да, флейверной матрицы. То есть это есть эсимметризатор, который делает симметричный деследователь ТВИСТА-2, да, стоящий справа. Пси с чертой. Гамма му-1. И Д туда-сюда му-2. И так далее. И Д туда-сюда му-2C. Нормально, что это делаем. Это активный оператор. И второй оператор. Глионный оператор. То есть это все локальные операторы. И все поля, которые у нас сюда входят, они берутся в одной точке точки Х. В одной точке точки Х. Здесь квалиатно-приводные все в точки Х берется. Здесь и здесь, да. И глионный оператор. Глионный оператор. В одной точке, здесь, коэффициент, в точках по-разному можно. Здесь минус одна-вторая, где-то сюда ставят. Это принципиально. Он строится таким образом. Вот у вас есть тренд за напряженность, да, для промышленного поля. Здесь будет вот так вот я вот пришел. Ню, ню один. Ню, ню один. А где стоит цветовой индекс С1. Цветовой индекс С1. А дальше пошли к варианту производной в присоединенном представлении, да. Ню два. Они по цвету матрицы, да. Матрицы размером n2-1 на n2-1, да. Вот явно их матричные индексы сюда пишут. С1, С2, да. ИД матрица в присоединенном представлении С2, С3 и так далее. ИД мм-1. Это лорексовый индекс. А цветовой будет См-2. См-1, да. Таковы варианты ампоизводные в присоединенном представлении они тоже образумеваются действующими туда-сюда. И справа стоит тоже тензор напряженности. cn-1, по цветовому индексу все замкнулось, то есть здесь обычно по цветовому индексу матричное произведение вот этого на это, вот этого на это и так далее, то есть по цвету все замкнулось по лорексу остался здесь индекс . И второй индекс замкнулся на первый индекс ну не знаю, я его напишу, по идее он внизу должен стоять, но я его вверху напишу просто, чтобы не закромождать здесь где матрица в присоединенном представлении? что? что? что меняется на что? д маленькая, д большая д маленькая, д большая меняется, да но я напишу ее еще раз, то есть это есть Дельта, c192, да что в particular, то есть Дельта, c192, да здесь есть Дельта, c192, да есть Дельта, c192, да Минус C плюс G, F, средненцы, двадцать, А, минус, С. Правильно? Это большое у нас есть минус и F, средненцы, двадцать. Вы определили действие туда-сюда операторов только для производных? Ну, а для остального просто умножение. Не надо ничего предоставлять, просто умножение обычно. Просто обычное умножение. Туда-сюда производные относятся. Там, где у вас обычное умножение, там не надо писать коммутанток. Я говорю обычное умножение. Ф, да? Напомню, чему я файл. Сергей, вопрос какой-то? Нет, у меня нет вопроса. Андрей. Ну, там же матрицы. Матрицы, я говорю, что вот эти матрицы, вот сюда входят, просто как обычное умножение на них. То есть, вот это туда-сюда, оно относится только к значку взятия производной. То есть, ну, считайте, что вот туда-сюда это есть вот так. Туда-сюда, где вот это определено так. Понятно? Ф, ню, ню1, у нас с вами есть, c1, да? Вот такой объект, это и что такое? Сейчас напишем. Это есть д ню, а, ню1, c1, да? Отобой мы используем соцки. Минус д ню1, а, ню, c1. И нелинейная часть, да, нелинейная часть, минус g, f, e, c1, c2, c3, а, c2 ню, а, c3, ню1. Вот я для примера посписал вот этот тензай, вот сюда. Вот здесь он находился. То есть у нас есть вот такой... Какой i? Где i? Тензай? Нет, не будет. Я уже через структурные константы здесь написал, или через конмутатор. А тогда да. Можно r через коммутатор писать, как вариант производства, а через структурные константы. Если здесь знак плюс, то здесь знак минус, обратите внимание. Знаки везде должны быть согласованы, чтобы не ошибиться. То есть мы работаем в конскрипции для знаков, такой же, как в электродинамике. Плюс и g. Вот эти два императора, они, как мы видим сегодня у нас, они у нас друг с другом перемешиваются, да, при перенормировке. То есть у нас есть матрица нормальных размерностей. То есть мы можем написать, если кратко, O, Z, G, G, да. Это есть некая матрица, которую мы, вообще говоря, хотим найти. Отмен, ну и регуляризатора, регуляризатора раскакивности соответственно, да. А мы будем работать в, как обычно, в размерностной регуляриации. Нам окопные уже перенормированные. Они тоже от меня зависит, да. То есть сюда входит только зависимость от меня. Обычная у нас ситуация какая? Обычно мы, когда по теории возмущения пишем, мы как раз пишем теорию возмущения для конечных величин. Вот для этих, правильно? Вот для этих. То есть у нас с вами нужно обратное соотношение написать. Ну давайте я его напишу вот сюда, чтобы внизу напишу. То есть у меня, например, фермионный оператор. Я кратко пишу так, чтобы все индицы написать. Фермионный перенормированный оператор. Это есть что такое в городе? Я должен взять матрицу z-1, взять у нее коэффициент 1-1, умножить на фермионное голое. Правильно? Плюс матрицу z-1, коэффициент 1-2, на оф глионное голое. Нулик означает, что это голое оператор, да? Ну и аналогичное соотношение для глионного оператора. Глионный оператор перенормированный. Это есть у обратной матрицы коэффициент 2-1 на глионный голый оператор. И коэффициент 2-2, 2-2 на голый глионный оператор. Правильно? Ну это просто то же самое соотношение переписка. Дальше. Как мы будем... Наша цель, наша задача... Первая задача в этой небольшой под теме оператора 302. Найти гамма. Гамма это матрица аномальных размерностей. То есть гамма это что такое? Эту матрицу мы будем считать в одноделом приближении. И представим ее вот в таком виде. Ж квадрат, перенормированный на 4b в квадрате. У нас, вы помните, всегда такой множитель возникал. Когда мы считали перенормировку операторов. Всегда такая множитель была. А здесь матрица 2 на 1. Альфермионная... Просто числа будут. Они зависят от N. Правильно? Я думаю, что здесь по-черкнул. От числа наших рундексов. Альфермионная... Альфермионоглионная... То есть вот этот матричный элемент и означает то, что у нас... с вами есть смешивание, да? У меня есть операторное смешивание. То есть вот такая вот матрица 2 на 2. Значит, вот этот коэффициент, фактически, вы его находите в вашей месячной задаче. Когда считаете аномальные размеры для вот этого оператора. То есть его метод нахождения точно такой же, как для этого оператора. Те же самые теограммы и так далее. Да? А мы с вами сегодня посчитаем вот этот коэффициент. То есть коэффициент, который отвечает за смешивание. Вот циклон. Найти... Ну давайте... Найти не всю аномальных размер. Если всю на ней не найдем. Большая задача. А... А, F, G. То есть вот этот коэффициент сегодня найдем. Да? А потом мы с вами очень удивительно посмотрим на эти коэффициенты, которые стоят в этой матрице. И видим, что они как-то поразительно похожи на... Число. Хм? Не на число. Нет. Не на число. На моменты. На моменты ядер альтера или болезнь. С точностью до четверки у нас здесь в точности будет стоять та самая матрица, которая у нас с вами возникала. Да? Вот вы, Андрей. Пишали уравнение DGLAP для симплетного случая. Помните там была матрица? Да? В этой матрице стояли матричными элементами стояли моменты ядер уравнения DGLAP. Правильно? Вот мы с вами видим, что вот эта матрица с точностью до коэффициентов она и есть. Да? То есть оказывается, что вот в этом очень таком формальном подходе операторы, операторное наложение, операторы 302, мы приведем к тому же самому, что было там. А там, я напомню, эта матрица определяла, что зависимость моментов под Q2. Правильно? А матрица аномальных размерностей у нас находит зависимость перенормированных операторов от смены масштаба перенормировки. Когда я от 0 изменился до μ, у меня возник некий коэффициент, и этот коэффициент определяется аномальными размерностями. Правильно? Вот мы с вами решили эту задачу, а в следующей задаче мы пытаемся проследить логику связи уравнения DGLAP и операторного наложения. В частности, как связаны аномальные размерности операторы 302, да, то есть вот эти коэффициенты с моментами ядер альтернелли по резине. То есть это наша следующая задача проследить вот эту физическую связь. А сейчас у нас такая техническая во многом задача, мы будем находить вот этот коэффициент. Как мы его будем находить? Точно так же, как мы действовали в предбудущих задачах, когда у нас есть оператор, мы ставили им в соответствие некие функции Грина. Правильно? Некие функции Грина. Вот давайте попробуем построить вот такие несколько типов функций Грина. Вот смотрите, какие функции Грина можно построить. Я их буду так вот обозначать. Я фамирую туда. Здесь мой а-фермион на операциях. Здесь фермион x-bas. Вот такая вот функция Грина. Такая функция Грина. Здесь два одинаковых ругуса P. Рисовать я не буду таким образом. Вот у меня есть мой фермионный оператор. И по нему я, в принципе, приехал на углу ноги. Правильно? В один и в два. Вот это мой цифр один и в два. И по этой ногам, что у него есть P на улице пространства? P-P, да? Поэтому вот в операторе считает нулевой юпульс. Нулевой юпульс. И у нее право просто сделается, да? Другое дело, получится у меня при этом извлечь аномальной размерности. Это другой вопрос. Потому что есть пример задачи, когда, если вы берете слишком такую простую функцию Грина, то из нее вы просто ничего не можете извлечь. То есть здесь мы увидим, что таким можно извлечь. Как функция Грина определяется? По определению. По определению. Это есть проводерок для образования FUE . E в степени Плюс и x1b, минус и x2b. Сейчас я знакием крючок, а потом соброчу таймить, и написал именно тайм. Сразу введу девиз на обратные пропагаторы. У меня здесь фирмиумные пропагаторы, да, мы делим? У меня сразу на них делись. Один пропагатор подведем слева, на другой пропагатор подведем справа. В круглых стоках это обратный фирмиумный пропагатор. Голый, правильно? Обычный пропагатор. И делили на кое со схемой. Это обратная личность. Дальше стоит средний обувакуум. Безембергерского обувакуума. Цепь произведения. Вот здесь стоит новый оператор. Офирмиумный. Для этого возьмем внуле. Не имею право в том дело, поэтому я там захрещал. В него тоже входят геземберговские поля. То есть в определении функции Гринга будет геземберговские поля. А слева и справа я его обложу, здесь обложу полем fc1. Таким полем, да. А справа fc4 это 2. fc4 это 2. fc4 это 2. fc4 это 2. То есть все вместе это в нем матрица. То есть это функция Гринга. Функция Гринга это матрица. Какая-то. То есть вот строю такую функцию Гринга. Со знаками экспонента. Разбираемся сейчас. Точно так же я могу построить для глюонного оператора функции Гринга. Правильно? Для глюонного оператора. То есть у меня есть глюон. Здесь глюонный оператор. Здесь глюон тоже функции Гринга. Вот эти сколки у меня просто. Это просто обозначение для функции Гринга. Чтобы как-то подчеркнуть, что у меня здесь 2 фиглона, а здесь 2 глюона. То есть у меня есть слишком много обозначений для этих фиглонов. Сколки вы придаваете. Здесь стоит то же самое. fc2, 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 fc2. Только для глюонного оператора. Глюонного оператора. То есть здесь глюонный оператор. В нуле. Вот. А чтобы его изучать, я должен прицепить к этому оператору 2 наполнительных глюонных кольца. Здесь будет альфа, альфа 1, а 1 световой индекс альфа Лоренциский индекс. Здесь будет альфа Лоренциский индекс, а два световой индекс. Да? То есть два глюонных поля. Здесь будет стоять альфа А1 от x1, да? Одно глюонное поле. А здесь будет стоять а бета А2 от x2. Вот x2. И точно так же буду делить на обратные пропагаторы. Когда у меня глюонные концы я прицепляю, то на обратные глюонные пропагаторы. То есть это что такое будет стоять? Будет стоять и в квадрате, обратно глюонные пропагаторы, в фейменоскокалибровке. То есть мы будем работать в фейменоскокалибровке. И в квадрате, да? Ну их два. Их можно по разным местам не пихать, потому что это просто обычные числа, а не матрицы. То есть вот такой вот объект. Ну вот давайте попробуем написать что-то такое. Что это за объекты? То есть во-первых, в Борненском приближении что происходит? Это у нас первый, а это второй. Давайте сразу напишем третий и четвертый. То есть у нас будет четыре функции грида. Третья функция грида и четвертый. Посмотрите. Третья функция грида строится таким образом. Я беру фермионный оператор. Фермионный оператор. Фермионный оператор. Релко выберут дону. То есть фермионный. А откладываем его фермионными концами. Точно такое же выражение, как будет здесь, только здесь вместо F будет значок G. Понятно? Просто по определению. Определение его такое же, как здесь, только вместо F значок G. То есть фактически, я буду вот так написать. Забитая G, да? То есть запитая G, да? То есть картинка для него такая же, только вершил я ставлю F не могу. И это логично здесь. Я могу взять фермионный оператор, фермионный оператор. И обложить его глионными концами. Глионными концами. Это будет моя четвертая функция глина. Четыре лазочных элемента, четыре функции глина. Она определяется точно так же, как вот эта, только вместо G здесь F стоит. Забитая F здесь F. А то, что мы считаем, это фактически коррелятора. Вот эти вот выражения, которые мы считаем. Что значит коррелятор? Но функция глина, это есть коррелятор, да? То есть если... То есть единичного оператора это будет пропагектор? Ну конечно. Естественно. Это пока что определение я ввел. То есть это те объекты, с помощью которых мы будем исследовать эти матричные элементы. Находить матрицы аномальной размерности. Давайте теперь о них поговорим более подробно. О каждой из них. И начнем давайте с первого. С первого. К сожалению, довольно много такой уводной глиссанины, прежде чем мы непосредственно начнем считать. Поэтому соберитесь с дуками. Смотрим первые операторы, да? То есть у нас есть фермион, фермионный оператор и фермионные концы у этого оператора. Да? Да? Значит, что мы делаем? Как мы представляем форекс Грима? Как обычно, по теории вопрещениях, да? То есть мы должны переписать все наши дизембергерские вакуи, которые сюда входят. Мы находим дизембергерские вакуи, да? Специально индексом H. Это подчеркивает. Здесь вакуумы тоже взаимодействуют. Да? Дизембергерские вакуумы. Да? То есть если уж считать пропагантов, в этом случае сразу считать точные пропагантов, да? То есть взаимодействие, правильно? А их уже, в свою очередь, можно по теории возмущения считать. Как по теории возмущения это считается? По теории возмущения, ну, на одном из семинаров я перечислял свойства и функций Грина, да? И на одном из этих свойств, как мы считаем этот объект? Это есть, например, нормальный фре, да? Я в степени 3-4 вакуумы. Это нормальный фре, я в степени и х1p минус и х2p, да? Обратные пропаганторы. Это все вещь условная, да? То есть можно было их писать, можно было их не писать, и все там пропаганторы. А дальше пошло уже представление через вакуум не взаимодействующей теории, да? Здесь стоит Т-произведение, и дальше идет поля представления взаимодействия. Здесь не в х1p, а здесь уже пишут представления взаимодействия. От х2, да? Дальше идет поля, я помогаю написать, что здесь есть ТС, средняя поля, у меня Пси в нуле, Пси в нуле, Гамма в нуле один, и Д туда-сюда в нуле, и так далее, и Д туда-сюда в нуле, Пси в нуле, да? Где я написал свой оператор. Значит, здесь теперь тоже все поля представления взаимодействия. Я перешел в представление взаимодействия. Пси с чертой от х2, представление взаимодействия, и экспоненты появились, да? Если я перехожу от десербергенских операторов в представление взаимодействия, В внуле взаимодействия появляется... Что? Пси с чертой? Где? Здесь Пси, здесь Пси с чертой, да? Я подставил явную оператор, да? Здесь стоят И, Д4, Y и флоконжиалы взаимодействия, да? Где все поля представления взаимодействия. Дальше. Закрылась Т-произведение, вакуум нет взаимодействующей теории, да? И в чем-то еще надо поделить на обратный пропагатор. На обратный пропагатор вам здесь стоят. И еще от пузырькового типа диаграммы взбавиться, да? То есть поделить все выражение на... На что? На среднее полуакууму. Вот это произведение. Возвращение на степенье, в 2 степени 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 Знаменательная, да? То есть это нижняя интеграмма, просто пузырковая диаграмма сокращается. То есть это уже выражение, из которого вы можете по теории возмущения все считать. Ну вот давайте попробуем это сделать. Для первого оператора посчитаем его в Борне, в Борновском приближении. А что будет в Борновском приближении? А что будет в Борновском приближении? То есть каждый вот этот оператор D я могу заменить на просто производную. Правильно? То есть в Борновском приближении вот это заменится на D, N, N. То есть она туда-сюда I, D, N. В Борновском приближении этих экспонентов нету, да? Правильно? Поэтому есть только фактически одно спаривание здесь. Я могу вот это спарить с этой. Получу что? Если вот это спарить вот этим. Что это такое? А у меня это с этой? Да. А у нас какая она? У меня есть D4Q на В4, E в степени минус 3, Q х' минус 2, поделись на Q, Q и QI. Просто получу фермионный пропагатор. Правильно? Ну, спаривание у меня вот эти дуполеты, фермионный пропагатор. Я вот так записал, вот это у меня точка I', она же есть 0. I', она же есть 0, да? Да, знаки эти правильно написал? Здесь плюс и здесь минус. Значит, что у меня произойдет? Взятие вот эти производные, они берутся по какой переводе? Понимаете, производные. Они действуют на поле Пси, правильно? Они действуют на поле Пси и на вот эту Пси, да? Либо на эту, либо на эту Пси, да? Вот та есть часть, которая действует на левую Пси, ну, на правую Пси, на правую Пси, да? Она действует на этот х' Вот это у меня х' равен 0, да? А так дальше, х' равен 0. Х' равен 0. Она действует на этот х', да? И как она действует? Вот в этом пропагаторе просто, если вы дифференцируете по х' штрих, то у вас наскакивает минус ИКу, правильно? Минус ИКу. Оно у вас не скачало, умножилось на свое И и дало Ку мю и Те. Правильно? Ага. Смотрите? Ку мю и Те. Ку мю и Те. А что такое Ку? Чему рыба Ку? Видите, у нас есть Х2. Х2. По Х2 мы берем интеграл Курьер, еще с вот этим умножителем. Если я по Х2 возьму интеграл, то у меня Х2 входит вот сюда и входит вот сюда, да? Интеграл по Х2 выдаст что? 2π в четвертой дельта функцию от чего? П минус Q. П минус Q. Значит, этот интеграл мне сделает Q равное P, правильно? То есть вот этот Q мю и Те, который я получил из взятия производные, заменится на P, правильно? Погласны? Аналогично для вот этого спаривания все то же самое происходит. Все то же самое, только все производные, которые действуют сюда, они будут браться с другим знаком, да? Но и порядок вот этих аргументов у меня другой будет. Здесь аргумент первый-второй, первый-второй, да? А здесь наоборот дифференцироваться я буду по второму аргументу, а не по первому. Поэтому от производных, которые действуют налево теперь, у меня будет возникать то же самое P. То есть они будут просто удваиваться, а лобойка длится, да? За счет того, что я здесь делал одинаковые импульсы, за счет того, что я одинаковый импульс сделал, я могу считать, что моя производная, когда сюда, просто действует только налево и только направо, где мне удобно. И мне удобно, я могу считать, что она действует только налево. И мне удобно, я могу считать, что она действует только направо. Понимаете? Да. Если вы такие понятливые, то такой ответ будет. Как выглядит бордовское ображение? Бордовское ображение и вот этого нет, бузырьков никаких нет. А у нас здесь на производстве той, кто уходил. Ну, какой эффект? Что получится? Бузырьки держат. Получится S, оператор S упорядочивает. Дальше S. Гамма-матрица, категор такая осталась, никогда не делась, правильно? Гамма-мю-1. Все интегралы по X1 и X2 у меня взялись, как я вам только что показал. По X2 у меня остался этот пропагатор, по X1 у меня остался этот пропагатор. То есть никаких интегралов здесь больше нет. И остался мой P. P, B2, B1, P1. То есть вот такое бордовское выражение получилось. Да? Бордовское выражение. Запомните, если я в рамочку там дальше отбелил, просто просто маленькая, в общем-то нормально так, чего не хватает. Аааа. Можете немножко отмотать назад? Ваа, ну, просто по поводу того. Почему в упорне D выражает производство? Почему что? Ну, D выражает производство. Ну, ковариантная производная. Ааа, ну потому что, смотрите, у вас ковариантная производность содержит константу G. Если вы этот член учитываете, то значит вы учитываете член с константой G. То есть это поправка. То есть мы здесь не рисуем? Нет, пока не рисуем. Вот сейчас мы бордовский вклад нарисовали. А сейчас будем рисовать. Вот. Сейчас давайте... Это значит бордовский вклад. А теперь давайте подумаем, как будет выглядеть вот эта функция глинов, да? Перенормированная. Перенормированная. Теория возмущения. Да? Когда я написал здесь R перенормированную, я подразумеваю, что здесь у меня тоже перенормированная теория возмущения, да? То есть это я на обычной вершине и контрчленной вершине, да? Как это будет все выглядеть? R будет выглядеть. Так, вот смотрите. Вот мы только что посчитали, что в Бормовском приближении, в Бормовском приближении есть просто вот такой вот, какая театра, да? Где здесь есть O, F, Бормовская, да? Вот эта штука, это вот я и написал, да? То есть первый вклад, основной, Бормовский, да? А дальше к нему пойдем поправку. Поправки к инстантингу. Какого типа поправки бывают? Они возникают из размножения экспонентов, правильно? Да? В соответствующем порядке теории возмущения. Удал три поправки. Три поправки или больше? Ну давайте аккуратно смотреть. А вот мощный пиратов. Премионный. Есть у него такого типа поправки, правильно? Да. Когда я из экспонента спустил два взаимодействия, кварк-антикваргиеву, да? Они у меня спарились таким образом, чтобы такая диаграмма образовалась. Правильно? Может такое быть. Соответственно, может быть еще то, что Андрей имеет в виду. Вот такое, да? Да, видите. Такое. Весь экспонентный, 12, да? И вот такое. Когда мы все эти диаграммы вычисляем, соответствующую вершину сюда, да? Мы ставим какое выражение? Раз здесь уже поправка учтена, то вершине у меня стоит борным, правильно? То есть вершиной я должен пихать вот это выражение, да? Борнское выражение. Но есть еще одни, еще один тип поправок. Подберите внимательно. Я могу из экспонента спустить первую степень взаимодействия, кварк-антикваргиев, глион, да? А вот этот глион, который у меня из экспонента спустился, я могу его спарить с одним из глионов кавариантной производной. У меня внутри... У нас 4 глионы, я не знаю, или то, как же вы такие или такие? Нет, нет, нет. Посмотрите, в каком тип поправки. Вот мой оператор фермионный, фермионный, да? Вот глион втыкается во внутрь оператора. Почему? Смотрите внимательно. У нас в операторе есть каварианты производные, да? Но в кавариантных производных есть глионные поля, правильно? Да. Поэтому, в принципе, у меня сюда может от взаимодействия этот глион спариться с каким-то глионным полем в одной из кавариантных производных. То есть у меня сколько таких диаграмм будет? Вот там, ну, n, u, n. Почему n? Вот у меня сколько кавариантов производных? n-1, да? То есть у меня есть n-1, это варианты производные, и в каждой из них есть глионное поле с константой g, да? И вот на это взаимодействие можно вот так вот из экспонента, я спускаю, в первом степени взаимодействие, он спарится с глионным полем кавариантных производств, да? А вот у нас обязательно, мы должны поделать его фермионные операторы. Сейчас, а я делаю последовательность. Вот нам обязательно присоединять фермионные линии к хори? Ну, здесь, да, здесь обязательно, здесь же у нас, ну, вот здесь мы же рассматриваем фермионные операторы. Ну, ну, мы будем именно рассмотреть. Ну? Что? Рассмотреть только этот глион. Не понял как. А с вот этими что делают полями? Они же с кем-то тоже спариваться будут. То есть, у вас есть два вот этих... То есть, вам нужно все поля спарить, да, между собой. Вот эта поправка, которая здесь написана, откуда нам возникла, она либо из того, что я вот этот экспонентом выложил, да? Вот у меня есть, в этом экспоненте есть член возложения минус g, psi, а, psi, интеграл, да, и 4 г, правильно? Я взял вот это поле из взаимодействия, спарил его с одним из полей в ковариантно-производной, да? Дальше, вот это фермионное поле, вот это фермионное поле, да? Спарил с вот этим фермионом, с вот этим фермионом, вот это фермионное поле, да? Спарил вот это, спарил с вот этим, наоборот, с вот этим, да? А вот эти между собой оставим, вот этот конец у меня такой же, как был и раньше, правильно? Понятно, как диаграмма об этом установлена? Понятно или нет? Есть еще такая же диаграмма, правильно? Какая же диаграмма, когда я вот эти вот спарил между собой, да? Так, как здесь, как и было раньше, в общем, вот эту линию, да? А вот здесь вот, наоборот, из взаимодействия с чертой у меня спарилась с вот этим, Псю у меня спарилась с вот этим, да, вот эту внешнюю линию, да? А спарилась с какой-то квариантной производной, одной из n-1, квариантной производной, да? То есть n-1, такая диаграмма. Эти все диаграммы характерны чем? Что когда вы их будете вычислять, вы в процессе вычисления будете получать борновскую структуру исходного оператора. То есть у вас будет та же самая борновская структура исходного оператора. Что это значит? Это значит, что у вас есть еще контурчлены здесь, да? Есть те контурчлены, которые сидят в бутонжане. Это контурчлен вершинный, правильно? Фермионный. Которые есть и наказы, да? Вот эта вершина на дэкторган. А здесь вот пропаганды, в виде виде наказы. Эээ, накторяя, у меня ка-коряя. Есть такой контурчлен, есть такой контурчлен. Они просто есть в диаграммной технике, да? В перенормированной теории. Точно так же вы видели. И P на V2, да? А есть еще контурчлен, который я сюда добавляю руками, чтобы сократить возникающие разходимости от вот этих диаграмм. Этой, этой и вот этой, да? То есть в теории возмущения его нет у того контурчлена, но по определению того же, вот эта пеленомированная функция Грена, да? Я его добавляю сюда в ту грань. Грубо говоря, это нечто, что сокращает мои расходимости на тех диаграммах. Вот эти вот контурчлены, они сокращают массовые вставки, да? Они сокращают массовые вставки, да. Они есть по гранжаме, то есть это сразу автомат будет, да? А вот эти расходимости пытаются на эту диету. Их никто не сокращает, их нужно руками сокращать. То есть, когда мы говорим, что у нас функция Грена перенормирована, то мы эту бесконечность руками не читаем, да? Просто по определению того, что рука перенормирована функция Грена. То есть я должен, во-первых, убедиться в том, что эти поправки у меня отдадут мне в конечном счете в Борновскую структуру, да? И вот моя Борновская структура стоит. Вот F в Борнов. И они должны их сократить, да? И сократятся они контр-членам Дельфа и FF. Дельфа и FF. Вот такой контр-членам Дельфа, да? То есть все ваши вот эти поправки, вот эти вот, да? Они выглядят каким образом? Это есть единица плюс некое число, так напишем, АФФ, жр квадрат на 4фи в квадрате, гамма 2 минус д пополав, да? То есть расходимость, некая расходимость, да? На какой-то коэффициент. И в зависимости от импульса какая-то. Упульс на b квадрат в степени 2 минус d пополав. Просто по размерности. В зависимости от b квадрата, некая такая-то, да? Есть структура еще. Помогите на Борновскую структуру. Вот нам вот эту штуку. С, гамма мю 1, мю 2 и так далее, мюл. И мой вот такой контр-член, он мне должен будет, Должен будет часть вот этих расходимостей, которые отвечают этой вершине, этой диаграмме, этой диаграмме, этой диаграмме, их сократить по поделению. Я его так отстраиваю, что видно на него своя перенабровка, да? Как минимум, сократить вот эти расходимости. То есть это мы с вами поговорили про коэффициент, про первую функцию грина, да? Что мы из нее из этой функции грина сможем найти? Что мы из нее найдем? Из нее мы сможем найти, по идее, вот этот коэффициент. То есть, чтобы этот коэффициент найти, нам нужно посчитать дельта ff. Дельта ff. Каким образом? Вот, видите, внимательно. Я чуть-чуть сотру. Вот, глядите. Смотрим, что здесь такое написано. Здесь есть фермионный оператор перенормированный. Вот он так вот выглядит. Вот он стоит, да? Вот он. А в обкладках двух фермионных гизинквердовских поворачально полей, да? Поворачально здесь гизинквердовские поля стоят, которые перенормироваются с помощью такой константы. З2, да? В точке константы З2 с помперчленом Дельта плана, да? Поэтому вот эта функция, которую я здесь считаю, для увеличения равна, равна З2 в минус первой степени, потому что здесь перенормированный, я еще и с голой считаю, поэтому здесь минус первая степень, да? Умножить нам на что? На З1-1, умножить на голый оператор перенормированный. Голый перенормированный перенормированный в обкладках 2F1. и плюс плюс Z1-2 в минус первой степени, З1-1, да? На голые углеоны на голые углеоны голые углеоны в тех же обкладках, да? На обкладках F1, F2. Здесь вот такая большая скобка. Перед ней есть Z2-1, да? Это с одной стороны. А с другой стороны получается то, что мы с вами насчитали, да? Что мы с вами насчитали? Равно. Равно. С другой стороны. Как это написать? Вот. Эта диаграмма, Эта, 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 Эта. Это что такое вместе? Ну, это с нулём, в смысле, не перенормировано. Это не перенормированная вот эта штука, правильно? Это не перенормированная вот эта штука. Вот я это так напишу, глядите. То есть с единицей. Плюс. У меня есть контерчлены. Я все контерчленные вклады пишу. Дельта, Эта, Эта, Эта. Теперь два вот этих контерчленных вклада. Какие будут? Летите внимательно. За знаками. Здесь борденская структура умножить на ИП и умножить на ИП. То есть будет минус Дельта 2, правильно? Минус Дельта 2 отсюда, минус Дельта 2 отсюда, правильно? То есть и минус 2 Дельта 2. И все это я умножаю на голый фермионный F1 от P. Это я написал весь нижний ряд. Почему? Потому что умножение на единичку не дает просто по определению голую функцию Грина, правильно? То, что фигурной скобкой обозначено. Это голая функция Грина. Она умножилась на единичку. А на контрчлене, когда я умножаю вот это, мне из серой голой функции Грина достаточно только борденское приближение сохранить. Верно? Потому что здесь уже малость есть. А не будет то, что здесь написано. Борденская структура на контрчлене, борденская структура на контрчлене, шленовская структура на контрчлене. Понятно, что это оно есть? Хорошо. То есть вот так вот мы получили такую разницу. Значит, что в этом равенстве? Что есть что? Вот давайте с этого начнем. Вот этот Z1,2 в бордене, в бордене этаной. Да? Потому что в борденском приближении у меня нет матричных элементов, нет матричных элементов углеонного оператора между фермионами. Они, как мы сейчас увидим, появятся следующим за главным порядком. То есть вот эта величина, она в себе уже будет содержать G квадрат, поэтому здесь вот я могу этим пренебречь просто, да? Я тебя пренебрегаю и получаю равенство, что произведение вот этих коэффициентов равно тому, что здесь стоит. Правильно? Следовательно, чего равен Z-1,1,1? Оно равно вот этой круглой скобке умножить на Z2, верно? А Z2 у меня, это что такое? Один? Плюс Дельта 2. Плюс Дельта 2. Плюс Дельта 2. Плюс Дельта 2. Если я круглую скобку умножу на Z2, то получится что? Получится... Получится... Один Дельта 2. Один, да? Плюс Дельта 2. Плюс Дельта 2. Плюс Дельта 2. Да? Вот мы с вами нашли уже первый матричный элемент в матрице аномальных разметностей. Ну прямая матрица или обратная матрица, в принципе, вы понимаете, да? Мы ее всегда обратиться можем. То есть вот мы с вами нашли этот коэффициент. Чтобы Z найти, нам нужно найти Дельта 2. Да? Да? Фактически. Дельта 2 мы знаем, мы его вычисляли с вами уже, как забыли, по функции считали. То есть мы уже в Тайфер 3. Правильно? Вот. Двигаемся дальше. Вопросы здесь есть? Мне еще, к сожалению, придется пока много поговорить, прежде чем мы будем считать. Но я надеюсь, сейчас чуть-чуть быстрее будет. Второй пункт. Давайте рассмотрим теперь глионную функцию грима. У меня есть глионный оператор, да? И есть два глиона. G1 и G2. Значит, здесь у меня все то же самое. Только я деню на обратный глионный пропагатор глионовских веков. Не знаю, как ты там. Вот. А здесь вместо Пси, вместо Удэкер Пси и Удэкер Пси у меня стоят что? А не смогли постоять под половиной все так, стоить все неплохо Экспонент Экспонент остается, а остальное все как вот здесь Как вот здесь, то есть, что там стоит? Намахнули здесь, пожалуйста Значит, средняя полуакуума пошла Вот первое изведение А, альфа, А1 от Х1 Далее пошел мой глионный оператор Глионный оператор Вот я его сейчас аккуратненько генерисоваю Да Извините, а мы, наверное, делим ИП со шляпой А здесь не в шляпе Да Да Спасибо Все Еще глионный оператор Действует симметриза Идет Ф Мю Мю 1 Мю 1 С1 Как он выглядит? Это есть Д Ню А Мю 1 С1 Минус Д Мю 1 А Ню С1 И плюс часть В G Да Я так многоточек Разрисую Да Дальше идет Вариантная Производная На 50 И D Куда-сюда Мин 2 На Дельта С1 С2 Понятно? Плюс G Умножить на что-ли Вот у меня куча вариантов Производных Да Последняя Производная Это И Д Мю Минус Минус 1 Да Минус 1 Дельта С Минус 2 С Минус 1 Производная Туда-сюда И дальше идет Тензор напряженности Утем Дельта Ум Н Н Н Н Н С Минус Д Н Cm-1 плюс часть константы g. Это мой эгратор. Вот мой эгратор закончился. Я теперь рисую мою углеонную вставку, вот эту правую вставку, углеонная пуля. Аβ, А2, Х2. Плюс у меня есть ещё, когда я к представлению взаимодействия пришёл, у меня появилась моя вот эта эксперимента. D4, крикоразможан взаимодействия. И т-произведение закрылось в вакуум незаимодействующей теории. Вот моя функция готова. Для гулеонного оператора в укладках гулеонной. Согласны? Хорошо. Давайте считать её уборницей вкладкой. Относительно проекционных мы с вами научены, что они будут давать... Здесь вот все поля берутся в нуле, так сказать. В нуле, в нуле. Здесь тоже в нуле. В нуле. Давайте смотреть бордовский вклад. Зачем ли мы поступаем по полной камню? Ну как мы считаем, потерями вильков точно так же, как и раньше, да? У нас здесь несколько спарил, но вот для примера давайте рассмотрим вот такое спариваю. Это с вот этим донёгами, глюонный пропагатор, да? А вот это с вот этим донёгами второй глюонный пропагатор, на который я потом поделаю. То есть на меня теперь пропагатор будет стоять P квадрат, да? Потому что по X1, по X2 у меня с буквами P приедет, да? Так же, как и раньше. И P квадрат будет сократиться, да? А что останется? Значит, все это варианты производные. Мне будут что давать? Будут P давать, правильно? Независимо от того, считаю, что он действует сюда или действует сюда, правильно? Хорошо. Ну вот от этого спаривания, которое я нарисовал, видите? На знаменательный сократим пропагатора, а в числителе что будет стоять? Дельта сейчас будет стоять. Будет стоять дельта, она всегда будет по цвету, да? Вот у нас по цвету будет дельта А1С1, а здесь дельта С1С2, С34С-2С. Потом будет стоять дельта А1С2. Понятно. То есть в результате сверстки по цвету у меня всегда будет дельта А1С2, правильно? Понятно? Вот здесь А2С2. То есть она всегда поддачивает сюда и даст сборную бонусное поддвижение, где у меня за F я не зацепляюсь индексами, у меня всегда будет дельта А1С2. То есть я могу сюда лучше дельта. То есть дельта А1С2. А дальше начинаю спаривать мои пропагаторы, да? От вот этой сверстки, от вот этого спаривания, которое я только что нарисовал, возникнет G в числителе А1С1. Производная, эта производная перейдет в минусы D, а вот эта производная в минусы P, а эта производная перейдет в плюсы P. Они вместе сократятся, правильно? Минус ИИ. То есть от вот этой производной будет стоять PN. А от всех вот этих производных будет стоять P. Минус ИИ. Минус ИИ. Осталось вот это спаривание. Производная перейдет в минус B, то есть PN. А спаривание дойдет в минус G, NU, B. Правильно? G, NU, B. Понятно? Давайте двигаемся тогда дальше. Сколько всего есть спаривания? В среду S1 по целому Y. Ну вот следующее. Следующее. Это с этим, а то тоже самое, да? Оно будет что? Знаком минус диди, правильно? Знаком минус. будет Gαµ на Pµ1, вот так всё-таки, Pµ1 возникнет, Pµ2 и так далее, те же самые, Pµn на Gµn, то же всё Gµn. Согласны? И дальше есть такое спаривание. Это с этим, а это с вот этим. А на G тоже со знаком минус, Gαµ1 на Pµ, Pµ2 и так далее. А здесь будет, отсюда возникнет Pµ, снова, да? Pµ, я, как в этом законодательстве не свяжу, но G, Pµ2. Наконец, такое есть со знаком минус. Плюс Pµ1, да? Вот отсюда Gαµ, Pµ2 и так далее, Pµn-1 на Pµ, на Gµn-1, Pµn-1. На каких, что я это назвал? Сколько скобок? Нет, в скобках производные стоят. Здесь же стоят не в тензурной производности, а производные. Производные в борде вы просто на Pµ-2. Нет, нет, я имею в виду скобки, вот какие же чёрты вот со стальной скобки? Ещё какие варианты спаривания есть? А? Они и скобки противоположные? Да, когда я вот это спариваю с вот этим, а вот это спариваю с вот этим. Отличие в чём? В том, что я заменяю фактически α на β, правильно? α на β. Ну вот давайте я сразу это учту. Я учту, что у меня есть замена α на кое-то с одной стороны, а с другой стороны, что у меня здесь стоит симметризатор. Симметризатор. Вот если я здесь заменю, видите, α заменю на β. Здесь у меня стоит β, здесь стоит α. На кого это похоже? На последний. Ну? На последний, правильно? Только в последний нужно индексы за счёт симметризатора сделать здесь μ1, верно? μ1. И оно тоже со знаком плюс, правильно? Поэтому у меня просто вот посмотрели мои условия. Аналогично здесь вот, если я α буду заменять на β, то я приду куда-то. В третьем. Нет, не в третьем, но в третьем, да. В него же приду, правильно? Потому что если я α заменю на β, то а потом за счёт симметризатора поменяю это подозначение негативно, μn. А здесь μn на μ1, да? То у меня, значит, оно же будет. Да? Помогите больше. Вот эта вообще штука даёт по индексу, если я свергну, то будет g α, β, правильно? Вот я подниму сверну, подниму сверну, осталось же α, β. Да? Вольт. 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 Ну и здесь мы можем что-то ещё так. Вольт. Это уже не симметризатором его действовали? Это мы воспользовались, посмотрели вторые типы спаривания, когда это заменило на β, и включили симметризатор. То есть его нужно стереть уже после этого? Нет, ну нельзя его стирать. Как это можно стереть? Симметризатор нужен, он делает, главное, из всех стиховыражений симметричный, бесследовый. Не надо его стирать. Всего не надо стирать. То есть симметризатор всё ещё стоит. Да? Вот. Вот теперь давайте условимся о следующем. Дальше нам везде надо будет выковыривать из наших вычислений вот эту бординскую структуру. Видите, что она как-то прогнозика получилась. То есть это симметризатор, который симметризует следы, вы вычитает. И здесь четыре слага выпущены. Но давайте будем хитро выступать. Мы будем везде следить только за одной лоренцовской структурой. Вот выберем вот такой лоренцовской структур. Вот смотрите какая красивая. Pb1, Pbm, а альфа-пэта, то есть индексы внешних полей, которые мы инсульмируем выцепили, они в метрическом целе были. То есть будем следить только за вот такой структурой. А остальные будем считать, что воспроизводятся такие, какие они здесь есть. Поверим вы. Вот у вас вопрос. А слева вот у нас выражение короткое альфа-бэта. Что слева? Альфа-бэта, что надо приписывать? Давайте, можете себе это приписывать. Я этим заниматься не буду, потому что время в бесконечность тогда будет уходить. Да? Если я здесь буду писать альфа, здесь не только альфа, здесь c, а где еще есть? Здесь есть бета и c2. Вот у этого глиона. Правильно? Здесь индексов много. Вот c1, c2 и альфа-бета это внешние индексы. Это индексы внешних глионных вставок, которые мы все здесь делаем. Короче, еще раз подчеркну мысль, которую хотел бы, чтобы она пошла. Дальше мы будем следить за воспроизведением вот этой борновской структуры в наших операторах. Вот для этого мы будем следить только за одним коэффициентом. И будем свято верить в то, что основные коэффициенты будут точно такие же, с относительными коэффициентами правильными возникать. Да? Чтобы переномировка таки мультипликативная и здесь только два оператора смешиваются между собой и целая куча. Да? Понятно? То есть мы на веру уже приняли, что у нас эти операторы только друг через друга перенормироваться. Да? Потому что как бы это без доказательств. Чтобы доказать более строго, мы должны за всеми структурами следить. Да? Но это много времени займет, поэтому будем только за одной следить. Хорошо. Продолжаем. У нас есть этот оператор. Это функция Гриня. Да? Как диаграммные грузии. Тогда я считаю перенормированную функцию Гриня. Вот у меня есть функция Гриня. Перенормированная. Да? Значит, как она будет выглядеть? Как она будет выглядеть? Причем так же. Есть бонусный склад. Лерманский склад. Вот мы его сразу написали, да? Символически я его вот так вот обозначаю. А есть бонус. Бонус. И везде далее следим только за этим подчерканным слоганом. Минус двое, как я скажу. Да? Есть поправки. Приходные поправки. Да? Здесь, как обычно, втекает в левую импульс. Здесь втечет в левую импульс. Втекает в левую импульс. Втекает в левую импульс. Это альта С1. Бета С2. Дальше все это для краткости не пишем. Есть вот такая поправка здесь, да? Как мы уже научили, это поправка, когда у вас в вершину втекает, в кавариантно-производную. Да? В одну из кавариантно-производных, которые здесь стоят, у вас вправивается ваша взаимодействие, да? Таких сколько будет? Две точно. Две точно. Две точно. Две точно. Две. Столько, сколько кавариантно-производных. У нас сколько, что есть? Сейчас. Мю-2 и то мю-н. 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 Так же здесь тоже, примерно две штуки, да? Еще какая-нибудь есть? Новая. Еще можно смотрите, как это нарисовано. Можно от внешней клеомные концы в петлю, да? А здесь вот так вот. Такую можно нарисовать. Да? Только нужно аккуратно, у вас здесь одинаковые импульсы, втекая до ватикальной, значит у этого пропагатора импульс такой вот, нулевой Поэтому эту диаграмму можно просто в пределе рассматривать На этот предел при P1 равен P2 равен P2, да? Но внутри вы заметите, что за счет цветовой помощи для него нулевой фаброй А еще блеонная линия испускает или поглощает? Что? Но блеонная линия испускает или поглощает больше Да, B2, да Здесь еще, даже не блеонная линия испускает или поглощает, а здесь много чего может испускаться и поглощать Варки, может варки и эти варки еще будет, правильно? Поэтому здесь есть целый вот такой поляризационный оператор в нашей калибровке Здесь поляризационный оператор Здесь поляризационный оператор Ну и кунтурчленные вершины Кунтурчленные вершины Во-первых, кунтурчлены, которые есть в окружении, которые устраняют вот эти расходимости Да? Наши калибровки Какой кунтурчлен, Андрей, устраняет ее? Гальта-3 Гальта-3, правильно Если вытечет импульс П, то здесь стоит минус И П квадрат G альфа 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 стрих Это альфа, это альфа стрих Минус поля альфа слайфа стрих Дельта-3 Дельта-3 мы с вами находили коэффициент, когда мы его фунду сочетали Помните? У него есть две третьих НФ от фермионных минус пять третьих НС Фермионской калибровки пять третьих НФ Вот такой кунтурчлен Аналогичный кунтурчлен Когда вот сюда вот И Снова повторяется история Мы смотрим на наши поправки Какие поправки? Вот эти, вот эти, вот эти, вот эти И смотрим, какая структура у этих поправок возникает После налички у меня одной петли Убеждаемся в том, что это структура борманская Что она такая? И тогда, чтобы сократить эти расходимости, мы добавляем Вот у нас борманская структура И добавляем контрчлен Контрчлен какой? Делико живой жирный Контрчлен Который убивает все эти расходимости Правильно? Тогда Какое равенство мы можем написать для коэффициента Z 2,2 По аналогии Какое, Андрей? Один будет Дельта Один будет Дельта Дельта Да? Потому что здесь, здесь 2 было, но потом вы еще на Z3 должны умножить Z3 это 1 плюс Дельта 3 Дельта 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 это понятно? двигаемся дальше все, мне похоже сделали так я просто сформулирую, что нам нужно делать и на этом мы останавливаемся на потоке третье третье теперь давайте возьмем глионный оператор глионный оператор и эфирионные откладки а здесь f1 а здесь f2 f2 здесь я должен что сделать у меня глионный оператор пси f1 а вы переписываете а вы переписываете здесь что-то f2 а у меня глионный оператор стоит и должен обратный попагат выделить минус ip со шляпой здесь и минус ip со шляпой здесь два два фермионных попагатов думаем чему-то помни это андрей чего это помнило ищи 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 сначала сначала с с с с с с с с recognised с с с с Но если я сначально не буду, то чему это все равно? Ну или ум, почему? Понятно Понятно? Понятно Значит, почему то заканчивается? В горловском приближении вы берете все поля наши свободные, то есть у этого взаимодействия здесь нет Что с чем вы можете спалить? Ну, скажем, фермионы друг с другом можете спалить Все от X1 спалят все от X2 А глионы? Глионные поля уже не все спали, они же под нормальным произведением стоят Это среднее по вакууму от них уже от нормального произведения доставать просто и все То есть в горловском приближении это просто ноль Ноль То есть в горловском приближении углеонного оператора Глионному оператору трудно приделать фермионные ноги Утверждение пойдет как очевидное, правильно? Ну? Неочевидное Тогда вот вы сейчас будете идти к доске и нарисуйте, какие диаграммы будут следующим забором То есть в горловском у нас ноль получился, да? Ноль А дальше У меня есть глионный оператор Смотрите внимательно Глионный оператор То есть у него два глионных таких конца Как у него два фермиона сделать? Совершенно явно попросили Вот так Да 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 То есть вот таким образом мы, глядите В однобитлевом приближении можем у глионного оператора построить функцию глина с фермионами Да? Да А ну Да, что еще бывает? Ну Дайте, можно показать, например Это что такое? Какой-то баран у нас в этой слове Да Такой вершины уже нет у вас? Нет, нет, нет Что это? Выгодами Тут со скриней Есть, но ноль Что значит есть, но ноль? У вас две частицы со спином один, и ноги третьей частицы со спином одна, вторая Да? Даже с нолевым коэффициентом как-то, хорошо Ну Ну, что еще бывает? Ну, давай Давай Это вот то же самое, я сказал В чем? А вот если Сейчас Вот Угу Сейчас Сюда две таки должны пукаться А сюда стукаются только глионные? Только глионные То есть отсюда два глионные Исходят, поскольку это глионные операторы Раз и два А ну давайте извините Что с ними нужно сделать? Перекрестить Перекрестить? Там так вот что-нибудь Нет, там по-моему еще в квадрате Там на камеру Ладно, то меня могут попасть На пузу судить А нет, а если ты понимаешь четырех Зачем четырех? Можно трех глионную вышку поставить Подобно тому, как Ну да, давай Давай Вот Вот Такую трех глионную вышку Да Для нормальной места Ну, хорошо 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 Ага Что-нибудь еще есть? Вовнутрь определенного оператора что-нибудь имеет смысл стыкать? Вот В смысле? Вот 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 Куда Вот Сюда Что за счет А В смысле спустите что-то глион И вот Это уже еще одна поправка А то больше порядок будет Теория возмущения Ну, собственно, и все Здесь все ограничивается Но хоть скоро это перенормирована теория возмущения то контрчленов вершинных или этих самых регулировки полей здесь нету Значит здесь будет только контрчлен который с руками убьет ту расходимость которая здесь возникнет Знаете Сергеевичу вот эти вот вот эти косты поменять это тоже самое Это тоже самое потому что это отличает при остановке вот этих двух бозонных концов а при остановке симметричных Здесь то же самое Ну все Значит, мы должны знать какая при перенормировке воспроизводится здесь структура да раз у вас торчит два фермиона здесь вот фермионные матрицы то разумно предположить что если уж мы доказываем что перемешиваются только вон те те операторы значит такая структура здесь предполагаем ну вот мы предполагаем что это будет с на мю 1 на ф мю 2 да-да-да-да-да на ф мю это есть ваше офермионное бордовское бордовское переднее ну это контур-член умножить на контур-член а это у нас R нет это у нас для умных операторов это G F это вот вот это вот это G да все наверное правильно хорошо и соглашение такое будет для Z минус 1 он просто равен D почему равен? D просто никаких ни единиц нету потому что сборновского вклада нету да ни фунтер-членов которые не пролежали сидеть нету поэтому просто будет дельта G в однопетлевом приближении да понятно? если понятно тогда делаем четвертый для нас самый интересный пункт значит на него внимательно сейчас будем смотреть четвертый пункт что мы делаем у нас есть фермионный оператор да фермионный оператор да и мы будем его навешивать два глюонных конца здесь глюон альфа ц1 по вашей просьбе здесь глюон второй бета ц2 да вот пишем ему выражение соответствующее здесь метод придется стрелять и что здесь придется стрелять и метод придется стрелять и пишите что остается кроме альфа альфа f1 давайте чтобы не доромождать альфа Да. Не, нет. А вот это нет никакого. И симметрами с кем-нибудь не перемешиваются, а их пути пикативники нормируются. Именно за счет того, что там лишняя структура ТА стоит, сложнее операции, сложнее с кем-то перемешаться. Да, это не прямо конечно. Так. Интерс какой? А, ну и два. Ну и два. Сейчас попробуем здесь видео один. Здесь можно два, да. Плюс, так, Жена. Ну там тут и Жеский. Так, и у нас... Давайте я пока постираю. Ага. Закрыли. Многоточие. И так подмажь. Чуть отмечается. Потом вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх. Идем. Ага. Так, на пси, вверх. На пси, вверх. Ну, нормальная пересадение закрылась. Так, теперь на а. Вверх. Сайдлайн. Точек, я не буду. Вверх. Теперь я думаю экспонентом. Который возникло от перехода безубеденского представления к представлению взаимодействия. Угу. Т произведения закрылись. Сейчас на рисунку. Да. Т произведения закрывайте. Конечно. Вакуум. Вакуум мы взаимодействуете в один. Да. И два обратных пропагатора, отвечающие глиону. Да? То есть, и на b в квадрате. То есть, и на b в квадрате. И на b в квадрате. И минус. Правильно? У вас же глионный пропагатор дает минус, и и на b в квадрате. И на b в квадрате я начинаю думать такая. Вот. Совершенно. Пожалуйста. Отлично. Начинаю опять думать. Если у меня здесь фермионный оператор, а здесь глионные концы. Глионные концы. То в бурне лучше муракер. Тоже муракер. Тоже муракер. Тоже муракер. Тоже муракер. Под тем же самым сопряжением, что у вас фермионные операторы в бурне спаиваются не с кем. Это просто нормальное приждение. То есть, и операторы обждения слева, приждение справа. Среднюю палку, но фермионным дает реалит. Да? Да. Тоже муракер. Тоже муракер. То есть, в главном поле это здесь глионной. Здесь фермионный оператор, но он не концы. Фермионный оператор, да. То есть, раз он фермионный, то из него исходит благодать большая. Ну и... И два глионных конца должно быть. То можно вот так. Как можно сделать? Можно треугольничать. Да. Треугольничать. Волкнуть. Фермионный. Волкнули. Да, правильно, да. Треугольничать. Да. И вот такой вот вклад. Здесь вот поехала. Альфа. С1. Здесь выехала. Б. Бета. С2. Вот такая ребята. Здесь перестановка по радиодам. Здесь перестановка есть. Здесь есть разница, куда направить стрелку. То есть, можно стрелку поменять, а можно за глионы переставить. Треугольник. То есть, треугольник то же самое, глионы переставьте, да. Ага. О, вот так вот. Так, значит, здесь вроде альфа не все. Но так же все остается. Да, стрелки так же идут. Ага. Вот здесь вот, допустим, течет по петле К, втек в К, бетек тоже К, потому что сюда ноль втек. А если здесь течет какой-нибудь? К минус П. Но здесь есть толстая К. Ага. Здесь, если по петле течет К, здесь К. Пописка. Вот. Пописка. Вот. Пописка. Пописка. Да, вот такая глина. А можно еще открыть? Еще если есть полиста. Нам надо, чтобы конца не было пермиона. О, пермиона. У нас в сигнаторе торчат два глиона конца. Да? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok